Добрый день, друзья. Путинская Россия снова лично меня радует. Какое-то время назад Следственный комитет Российской Федерации объявил об открытии против меня уголовного дела аж по трем статьям. Конечно, это был орден на мою грудь. Сегодня от России я получил второй орден. Российская Федерация внесла меня в реестр террористов и экстремистов. Террорист и экстремист я, журналист Дмитрий Гордон. А кто же тогда путинская Россия, которая вторглась на территорию суверенной Украины, которая бомбит и разрушает наши города, бомбит роддома, детские садики, школы, уничтожает дома престарелых, детские интернаты, которая творит произвол. Мы видим уже, что вытворила Российская Федерация, ее солдаты, если можно назвать их солдатами и вообще людьми в Буче. Впереди еще жуткие подробности того, что произошло в Бородянке. Мы еще до конца не знаем всего объема преступлений, которые совершила Россия в Мариуполе, в других временно оккупированных городах. И это получается террорист и экстремист я. Нет, ребята, террористы и экстремисты вы. Лично Путин, Шойгу, Герасимов, Лавров, вся эта свора, эта стада нелюдей, которые организовывали, формировали и осуществляли вторжение на территорию суверенной Украины. Террористы и экстремисты это Соловьев, Скобеева, Попов, Симоньян, Кеосаян, Дмитрий Киселев и все эти подонки, которые долгие годы мощно прорабатывали мозги, неокрепшие мозги россиян. И в результате 83% россиян сегодня поддерживают агрессию России против Украины. Поэтому я хочу поблагодарить руководство России за два ордена мне на грудь. Я счастлив, что будучи журналистом и патриотом своей страны, в момент самых тяжелых испытаний за всю 30-летнюю историю независимой Украины, я имею от вас подонки. Уголовное дело по трем статьям. И еще запись в реестре, что я террорист и экстремист. Это первое, о чем я хотел сказать. А второе, я хотел бы обратиться к российским матерям. Я хочу вам сказать, что ваши дети пришли к нам для того, чтобы нас покорить. Но это не удается и это не удастся. Тем временем около 19 тысяч россиян, молодых россиян, у которых вся жизнь была впереди, они мертвы, они трупы. В России уже целые аллеи захоронений. Вот сейчас я видел аллею такую в Ставропольском крае, в частности в одном из населенных пунктов, где лежат десантники российские, ВДВшники. В России уже много захоронений, но многие солдаты, ваши дети не доехали до родных домов, до родных кладбищ. Они лежат здесь, в наших полях и лесах, непогребенные, обугленные, сгоревшие заживо. Их никто не забирает. Вот такой бесславный конец. Я уже не говорю о тысячах ребят, которые получили увечья, несовместимые с нормальной жизнью. О тысячах раненых, о сотнях военнопленных, которые находятся в плену у Украины. Ради этого вы их рожали? Зачем они к нам пришли? Я обращаюсь сейчас к вам, российские матери, для того, чтобы вы поняли, ваши дети выполняют жуткие приказы военного командования и Путина лично. Ни одного ребенка Путина, Шойгу, Лаврова, Герасимова, Матвиенко, Нарышкина, Патрушева, всех остальных, тех, кто бросили ваших детей на войну с нами, ни одного ребенка с нами не воюют. Их дети в тепле и в уюте и в сытости находятся или где-то в России, а чаще всего в западных странах, где науворованные у вас деньги ведут богемный образ жизни. Они своих детей не бросят воевать с нами. Они не хотят, чтобы их дети гибли, получали ранения. Они хотят, чтобы гибли ваши дети, чтобы ваши дети лежали обугленные в наших полях. Подумайте об этом. Сделайте все для того, чтобы ваши дети не приходили в Украину. Их здесь ждет смерть. Смерть и еще раз смерть. И так же, я думаю, не для того вы рожали своих детей, чтобы они делали нечеловеческие вещи, творили, как то, что мы увидели в Буче. Расстрелянные в упор мирные жители, пожилые люди, молодые, со связанными руками, стоящие на коленях. Изнасилованные женщины в большом количестве. Изнасилованные девочки 10 лет. С вырванным влагалищем. Ради этого ваши дети появились на свет? Ради этого ли ваши дети появились на свет, чтобы быть мародерами? Мы видим, как они грабили дома украинцев. Брали все эти вещи, компьютеры, стиральные машины. Черт и что, все, что плохо лежало и хорошо лежало тоже. Вывозили в Белоруссию и с Мозыря отправляли посылки по всей России с награбленным добром украинцев. Это разве хорошо? Разве это по-человечески? Ну и напоследок я хочу сказать. Благодаря современной технике наших западных партнеров, благодаря украинской военной разведке, все российские военнослужащие, которые перешли границу Украины, идентифицированы. Все российские военнослужащие, которые совершали преступления против человечности, идентифицированы. Все российские военнослужащие, которые убивали украинцев, грабили их дома, совершали преступления, идентифицированы. И я абсолютно уверен, что после войны, после нашей победы, нашей победы, у нас будет создана мощнейшая разведка, в которой будет отдел, который наподобие Моссада будет заниматься каждым из тех, кто сделал, причинил нам зло. Израильская разведка Моссад долгие годы разыскивала и уничтожала или привозила в Израиль всех нацистских преступников, которые совершали геноцид евреев. Сегодня ваша нацистская страна во главе с главным нацистом Путиным совершает геноцид украинцев, за которые не просто вы ответите, нет, за которые ответит каждый из тех, кто его совершал, каждый, мы знаем всех поименно. Заканчивая свое обращение к российским матерям, я хочу вам сказать, правдами и неправдами, любыми способами удерживайте своих детей от того, чтобы они приходили в Украину. Этим вы спасете их от верной смерти. Продолжение следует...